Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Всё или ничего?». Приятного просмотра! Лена устроила дома вечеринку, но её молодой человек Пол Кру отказывается спускаться вниз. Он бухает и смотрит по телеку футбол. Лена поставила ультиматум. Или он появится перед гостями, или она вышвырнет его из своей постели, из особняка. Но вместо этого Кру заманил женщину в гардеробную и закрыл её там. А сам пьянющий отправился колесить по городу на её машине, выбравшись, Лена тут же позвонила в полицию и сообщила об угоне. Когда Кру остановили, он начал шутить о больших ушах полисмена. Но ушастому было чем парировать. Ведь Пол Кру пять лет назад сдал игру и опозорил себя. Футболист обиделся на копа, врезался в патрульную машину и погнал по встречной полосе на высокой скорости. Погоню показывают по ТВ. Ведущая также припоминает о том, что Кру судили за его нечистоплотную игру в высшей лиге. Позвонила Лена и рассказала ему о том, что он снова опозорился на всю страну. Узнав, что его показывают по телевизору, Кру затормозил и устроил массовую аварию, чтобы порадовать зрителей. Таким образом, Кру нарушил пятилетний испытательный срок за жульничество на поле. Бывшую суперзвезду футбола доставили в тюрьму, расположенную посреди пустыни. Его с ноги поприветствовал тюремщик, который проиграл деньги, поставив на тот спорный матч. Начальник тюрьмы большой фанат футбола. Здесь есть даже своя команда из надзирателей. Капитан Кнауэр пару раз врезал Кру, чтобы он ответил нет на предложение, которое услышит от начальника. У Рудольфа Хейзена большие планы. Он собирается баллотироваться в губернаторы. И он использовал все свои связи, чтобы футболист попал именно сюда. Начальник просит профессионала, чтобы он стал тренером его команды надзирателей. Они хороши, но пять лет подряд не чемпионат страны. Это помогло бы ему улучшить репутацию перед выборами. Как и было оговорено в коридоре, Кру ответил отказом. Хейзен догадался, что Кнауэр его уже обработал и устроил подчиненному выговор. Но пострадал опять Кру. В тюрьме все звезду знают и ненавидят. Обзывают его падлой и хреновым футболистом. Шустрила предложил Кру сесть за его столик. Шустрила его зовут не просто так, он может раздобыть все что угодно. Кру поинтересовался, а как насчет красивых девушек? Сначала понизим стандарт по части красивые, потом по части девушки. Привет! Шустрила посоветовал новичку не дрейфить, иначе на нем будут потом ездить весь срок. Кру послушал совет и вмазал под носом индейцу, который перед этим на него нарычал. Успокоило зэков граната с резиновыми шариками. Показал характер Кру и при разговоре с Кнауэром, недавно отзирателю вломить ему дубинкой. Но свое он все же получил. Избитого футболиста на неделю поместили в карцер в виде деревянной будки. Начальник постоянно вербует в охранники кабанов, которые не смогли стать профессиональными спортсменами после колледжа. Обучать их только некому. А на носу у команды матч против прошлогодних чемпионов. Кру сразу предложил для поднятия боевого духа провести товарищеский матч против какой-нибудь слабой команды. Хейзену понравилась эта идея. Он поручил Кру собрать команду из заключенных. Причем звезда также будет в ее составе. И Кру не стоит отказываться. Три года срока могут растягиваться по самым разным причинам. У Кру есть месяц на подготовку команды. Он повесил объявление о наборе игроков. Шустрила и Брюсси считают, что это отличный способ отомстить охране. Кру обратил внимание на Световский, амбала с интеллектом шестилетнего ребенка. Кру отбирает в свою команду лучших из худших. Другие просто не пришли. Бегают зэки так себе. Одного пузыря потеряли по дороге. У Брюсси много энтузиазма, но мало таланта. И с нервами беда. Световский снес здоровенную игрушу с крюка и сломал тренажер. Первая тренировочная игра превратилась в массовое побоище. К концу дня Шустрила сделал вывод, что охранники их уделают без вариантов. Тут к товарищам подошел старик Нейт Скарбора и предложил свою помощь. В молодости он был отличным игроком. Десятилетиями гнил в тюрьме и ждал возможности поквитаться с охранниками. Нейт познакомил Кру с кусачем. Как-то он должен был выходить, но вмазал охраннику и ему накинули сверху 20 лет. Тем самым охранником был нынешний начальник тюрьмы Хейзен. Заговорщики проникли в картотеку. В зависимости от степени маниакальности каждого зэка оценили звездами. Например, у Шустрилы всего ползвезды. Нейт предлагает собрать неталантливую, а бешеную команду. Кинг-Конга держат в особом крыле. Он целыми днями бьется головой о стену. Огроменный монстр не разговаривает, а рычит. И разговор с ним не вышел. Пятизвездочный Торрес сначала послал футболиста, но когда надзиратель не дал ему досмотреть передачу, согласился играть, чтобы отомстить ему. На первой же тренировке он сломал Брюси. Еще один Бугай согласился присоединиться, чтобы отомстить лично капитану Кнауэру. Команде не хватает быстрого игрока. Шустрила уверяет, что для этого им нужен черный парень. Поэтому Кру пришел к темнокожей группировке. Мы с тобой будем играть только в одну игру, приятель. Бей белого, пока он не заплачет. Кру предложил главному, Дьякону, сыграть с ним в баскетбол один на один. И если он победит, то черные зэки согласятся играть в его команде. Кру играет лучше, но Дьякон его попутно избивает. Честным их противостояние не назвать. Однако белый парень стойко выносит побои. Несмотря на то, что Кру якобы проиграл, его застойкость зауважал Мегет и вызвался помочь ему обыграть охранников. Во время тренировки никто не смог остановить этого бегуна. Вот они ноги черных рабов, видал? Кру пользуется популярностью у девочек. Они обещают поддержать команду во время игры. Один из телеканалов вызвался транслировать необычную игру. Хейзен решил, что лишняя реклама ему не помешает. В прошлый раз у Кру не заладился разговор с Кинг-Конгом. Футболист повторил попытку за игрой в настольный теннис и сообщил мордовороту, что он снова сможет рвать людей на части. Только в этот раз это будут охранники. На следующей тренировке его способности проверили на Световский. И тот, ударив с ноги, сломал здоровяку нос. Девочки разучили танец, а между Брюси и Мисс Такер бушуют страсти. Хотя мексиканец и утверждает, что он не такой. За тренировками команды постоянно подглядывает повар Унгер. Информатор рассказал охранникам о Мегете. Он очень быстрый и слишком опасный. В библиотеке Мегета окружили три амбала надзирателя и начали отпускать российские шуточки. Они раз за разом провоцируют заключенного, но он так и не отреагировал. Зато Дьякон понял, что ему нужно помочь. Черные ребята решили наказать охранников за их слова. Команда стала по-настоящему мощной. Но еще нужно решить вопрос со стукачем, который только что переписал схемы игры. Кру приехал поговорить об этом с самим Хейзеном. Начальник удивляется, почему этот эгоист называет зэков своими игроками. Вместо того, чтобы убрать Унгера, Хейзен приказал затопить площадку, на которой тренируются заключенные. Так Кру понял, что начальник тюрьмы их боится. А значит, его игроки не должны сдаваться и расходиться по камерам. Они должны продолжать тренировки даже в таких условиях. И зэки побежали барахтаться в грязи. Они решили также играть по-грязному. Раздобыли данные о травмах соперника. А самому здоровому охраннику заменили стероиды на эстроген. У самих инвентарь пополнился кастетами. Шустрила раздобыл бутылку водки и ночью поднял тост за то, чтобы они с Кру года через три уже выпили на воле. Престарелая секретарша Хейзена пообещала Кру отдать ему прошлогодние записи игр охранников. Но за это ему пришлось заплатить женщине натурой. Их развлечения были записаны на камеру и показаны в кино заключенным. Но куда большую реакцию вызвали ночные похождения Брюси и его встреча с Мисс Такер. После зэки приступили к просмотру игр охранников. Те сразу об этом узнали благодаря Унгеру и приказали ему как-нибудь нейтрализовать Кру. Нейт настраивает заключенных на игру. Уже завтра для надзирателей наступит день расплаты. Подлец Унгер задумал убить Кру, но вместо него в камеру вошел Шустрила и выключил радио. Оно тут же всполыхнуло и Шустрила сгорел заживо. У заключенных появился еще один повод для мести. Идут приготовления к необычному матчу. На стадион нарядными явились и зэки и охранники. Игру освещает профессиональный комментатор, а на вышках стоят снайперы. В раздевалку вошел начальник тюрьмы и предупредил преступников, чтобы те не дурили. При попытке сбежать их тут же пристрелят. Шустрила успел перед смертью сделать последний подарок. Каждый игрок получил снаряжение и форму. Пол Кру – украшение команды зэков. Некогда лучший игрок профессиональной лиги. Группа поддержки уже на месте. Матч начался. Зэки делают то, зачем они сюда явились, а именно калечат охранников. Привет, мам. Привет, пап. Спасибо, что забрали из школы. Кинг-Конг вычислил своего обидчика и сломал его телом лавку. Отморозок Торрес также отомстил надзирателю. Но вот беда. Параллельно команда охранников набирает очки и уходит в отрыв. Напичканный эстрогеном здоровяк плачет из-за жалости к своим избитым партнерам. Кру просит своих игроков собраться. Сломанная нога срастется, а проигрыш – это навсегда. Но сложно набирать очки, когда арбитр подсуживает сопернику и не замечает нарушения со стороны охранников. Однако заключенные придумали, как заставить продажного судью честно выполнять свою работу. И дважды зарядили ему мячом по яйкам. Заключенные изменили ход игры. И вскоре Дьякон заработал для команды первый тачдаун. Здоровяк-охранник снова начал отпускать российские оскорбления. И тогда Мегет дал Световский команду ФАС. Тот вломил говнюку с такой силой, что он тут же обделался. Серуна забрали на носилках. Зэкам нужно сравнять счет за 19 секунд. И они обратились к своей заготовке. Большое количество пасов и феноменальная скорость Мегета обеспечили нужный результат. Первый период закончился с ничейным счетом. Капитану Кнауэру не нравится, что они позорятся у всех на глазах. Начальник поджидал Кру у раздевалки. Футболиста ждут большие неприятности, если его команда победит. Унгер признался в убийстве Шустрилы и якобы рассказал, что у него был сообщник – Кру. А капитан Кнауэр подтвердит, что слышал, как эти двое обсуждали покушение. У Кру есть выбор – или еще раз предать свою команду, или провести за решеткой еще 25 лет своей жизни. После начальник подошел к капитану и сообщил, что обо всем договорился. А еще потребовал максимально травмировать соперников. Кру сразу начал косячить на поле, и тюремщики заработали тачдаун. Кнауэру это не по душе. Он хотел выиграть своими силами. Все начали догадываться, что суперзвезда снова сдал игру. Кру сделал вид, что получил травму, и присел на скамейку. Наконец, свой шанс получил Брюси, но тут же выронил мяч. Еще один тачдаун у охранников. Мяч снова оказался у Брюси, и бедолагу сокрушили сразу несколько быков. Кру стало стыдно, и он спросил у Кусачева, не жалеет ли он о том, что тогда вмазал начальнику по морде. И тот ответил, что не жалеет ни о единой секунде из тех 20 лет, что ему накинули. Кру вернулся в игру. Потеряв шлем, он обошел кучу соперников и сделал тачдаун. Он признал, что тот матч он действительно сдал из-за долгов. Сейчас же на него вешает убийство шустрилы. Но второй раз он такой ошибки уже не совершит. Он сделает все для победы. На Кинг-Конге повисло сразу три охранника, но он донес до линии и их, и мяч. Во время свалки Торрес прижег надзирателю руку сигаретой. Еще один тачдаун был заработан, когда зэки выстроили перед Яконом стену из своих тел. Нейт сказал Брюсе пробить по мячу. Тот сделал это, как обычно, фигово. Но в этом и была задумка. Мяч снова оказался у зэков. Меггет бежал за очередными очками, но его жестко сбили, и игрок получил травму. Заменить его на поле смог только старик Нейт. Пенсионеру удалось сравнять счет за несколько секунд до конца матча. Во время овертайма Кру с помощью хитрой уловки обманул соперников и смог сделать победный тачдаун. Банда отброса в общество победила. Капитан Кнауэр поблагодарил Кру за отличную игру и пообещал встать на его защиту, если речь зайдет об убийстве шустрилы. Кру направился в сторону выхода. Начальник говорит, что это побег, и дает Кнауэру винтовку, чтобы тот пристрелил зэка. Но капитан не стал этого делать. Кру просто поднял мяч. Субтитры сделал DimaTorzok